Прекрасное время, когда Дед Мороз самый настоящий, а мечты обязательно сбываются. В череду новогодних торжеств открыла главная елка для самарских школьников и воспитанников детских садов. Самые творческие рассказали о том, каким они видят волшебный праздник в рисунках и поделках. Ручная белка из корлупки золотые, ядра чистый изумруд, сказочный персонаж, работа шестилетней Кати. Творческую мысль у детей развивают с детского сада. На утреннике будут снимать фильм про Новый год. Катя – помощник режиссера. Мы там как будто снимаем фильм, я буду хлопать хлопушкой, говорить, какие кадры. Там Дед Мороз будет приходить, мы будем заказывать загадки ему. А пока на общегородском празднике награждают победители конкурса лучших новогодних рисунков. Впрочем, сюрпризы подготовили для каждого ребенка. Но главные подарки впереди. В регионе и в городе делают все, чтобы юное поколение блистало и в творчестве, и в науке. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение о создании детских технопарков в каждом субъекте России. И такой технопарк будет создан и у нас. И те из вас, кто проявляет уже сейчас определенные успехи в своем развитии, и все другие ребята смогут в этом технопарке и дальше развиваться и достигать новых вершин. И подводя итоги уходящему году, каждый из нас вспоминает, что же он сделал в этом году и чему научился. Мне очень хочется, чтобы у каждого из вас, у самого маленького и самого взрослого, сбылись все его мечты и все желания. Зимние каникулы для самарских школьников обещают стать тоже волшебными. Площадь Куйбышева в этом году преобразится. Кроме ледовых катков, рядом с нарядной елкой расположится целый городок из-за льда. Архитекторы ваяют главные достопримечательности города в миниатюре. Изюминкой станет трехметровая модель стадиона «Самара-Арена». Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.